В каком направлении будут развиваться боевые искусства? Боевые искусства, на мой взгляд, будут... Это очень серьезный и сложный вопрос. Я постараюсь на него ответить не очень длинно, но тем не менее емко. Способствовать развитию боевых искусств будет два момента. Первый момент – это интеграция боевых искусств между собой. То, что раньше было невозможно, поскольку не было такого широкого информационного поля, в котором бы легко шел процесс обмена знаниями. Вот мне, например, захотелось тайским боксом позаниматься. Бы, если бы я жил в каком-нибудь, не знаю, ну, сто лет назад. Очень проблематично было мне поехать в Таиланд и там заниматься. Во-первых, как бы я до туда добрался. Во-вторых, сколько бы это стоило. Потом, сколько бы я на это время себе потратил вообще. Как бы я там кого нашел. Кто бы еще взялся бы со мной заниматься и так далее. Сейчас вот таких вопросов вообще не возникает. Я залез в интернет. Я нашел, где я хочу заниматься, с кем заниматься. Я купил также билет. Улетел, уже там устроен, через букинг жилье заказал прямо рядом с кемпом учителей. Я уже посмотрел, выбрал, кого захотел. Захотел на месте сориентировался больше. То есть, услуга такая как бы есть. И все, я занимаюсь. И точно так же я могу поехать в Голландию, в Америку. То есть, если надо, я могу многое подчеркнуть из-за теоретической самочасти, из-за стратегии, тактики, каких-то моментов подготовки. Непосредственно из роликов через интернет и так далее. То есть, есть широкое информационное поле. Бойцы между собой тоже из разных направлений имеют возможность встретиться, не убивая друг друга, а попробовать свои силы в самого разного рода соревнованиях по самым разным правилам. Поэтому они обогащают свою технику, с одной стороны, а с другой стороны, они унифицируют ее таким образом, чтобы можно было противостоять абсолютно любому противнику из любого направления. Конечно, это приводит к тому, что техники настолько унифицируются, что различить друг от друга бойцов, постоянно практикующих, будь они даже из самых разных вообще направлений, один там это каратэко, другой джитсер. Их, когда они дерутся в плане ММА, зачастую невозможно. Да, у одного приоритете будет ударка, а у другого партер, но тем не менее, ударник, попав в партер, ведет себя как борец, а борец в стойке ведет себя как панчер. Понимаете, вот так это выглядит. То есть, унификация, чистые направления ведет непременно к проигрышу. Вот, остается самое такое работоспособное. Ничего не поделаешь. Биомеханика, физиология человека так устроена, что остается самое то, что работает для разных типов самодистанций. Например, боец из Годжирю, где преимущественно близкая дистанция идет, он вынужден будет просто обучаться и тренироваться, противостоять оппоненту, который может бить с длинной дистанции ногами, если его противник владеет хорошо тэквондо, или мастер шотокан каратэ, или кикбоксинга. Ну, никуда не денешься. Вот, то же самое, где касается, наоборот, борца, бойца шотокан, если он попадает в парт, ну, хочешь, не хочешь, а если проигрывать не хочется, ну, отказавшись, самоги на полу, надо осваивать обязательно боксерскую технику, борцовскую технику. То есть, интеграция. Интеграция, это, от нее не деться никуда. Вот, это интеграция номер один. Вторая, значит, интеграция, которая будет, значит, развивать все боевые системы без исключения, это интеграция с наукой о человеке. От этого никуда не деться, если хочется дальше, там, где расти. Потому что искать эмпирическим путем какие-то новые методы подготовки, это просто невозможно, на самом деле. Это невероятно. Здесь уже надо брать все самое лучшее в методах функциональной подготовки, в методах силовой подготовки, скоростной силы, взрывной, полиметрических нагрузок и так далее. Не надо хвататься и не надо держаться, вернее, за старые методы подготовки, которые позволяют добиться чего-нибудь одного в ущерб чему-то другому. Более того, ведут длинными и окольными путями к достижению довольно-таки сомнительных результатов. Зачастую хороших результатов, но будь крайне длинен и витиеват, можно добиваться всего того же самого, гораздо быстрее в разы, если просто понимать, на какие звенья и на какие механизмы надо оказывать правильное воздействие своими тренировками и подготовкой. Ну, все. И тогда прекрасно все работает. Вот. Во всех видах спорта, во всех видах человеческой деятельности все к этому идет. Но ортодоксы, они упираются рогом, они считают, что чем больше похоже все на то, как делали в старину, тем лучше сохраняются традиции от нашей предки, от амархаты, патриархи, они лучше всего знали. Ну, это наивное заблуждение. Во-первых, они не могли ничего лучше знать. Откуда бы? От инопланетян получили информацию. Да. Ну, пусть даже если и так, но мы не видим того, что этому научиться можно постоянно. Для нас это не… Этому научиться можно у этих учителей. И мы не видим подтверждения всем этим самым тайным самым вещам, которые якобы передаются там только от отца к сыну, там, как тайные знания. Какой нам от этого прок, если мы все равно этого никогда не освоим. То есть, если даже это есть, но мы это не освоим, для нас это не имеет никакой ценности. А, скорее всего, этого просто нету. Есть правила бритвы Оккома. Не надо плодить в этом сущности без надобности. Если мы не видим результатов этих всех вещей, и они никак не подтверждаются, то разумнее всего предположить, что просто этого всего не существует на самом деле. Вот все. Иначе мы бы и видели бы все эти… Потому что, предположим, принятие, удары пальцами по корпусу в ММА не запрещены. Если бы были такие мастера, как в фильме «Хонгильдон», когда дедушка спасал женщину с Тагильдоном маленьким и буквально двумя пальцами касался разных точек тела, мы бы сейчас это видели, и тех просто это парализовало. Мы бы сейчас это видели бы спокойно в тех видах, где можно драться голыми руками. Как бы это помогло бойцу бы Кикушина? Он бы так буквально пальцами раз-раз нажал на какие-то точки оппоненту своему. Тот загнулся бы. В борьбе как бы это работало бы, ребят. Потому что любой быстрый захват, там может быть замаскирован удар. Делаешь захват, а сам пальцем пук в какую-то точку, ну дальше захват. И все, противник обездвижен, ты его бросил. Чего этого нет? Значит, это не работает, ребят, все это дело. Все это фигня. Поэтому надо осваивать просто, искать дополнительные возможности, не в мистических аллюзиях каких-то, а в том, что реально работает. Это в резервах организма, которые не задействованы. Которые находят в других видах спорта, серьезно занимаясь этим. Есть спортивная медицина, биомеханика. И все это точно так же работает и в карате, в душу и так далее. Так что можно брать и прогрессировать дальше. Вот поэтому в этих двух направлениях и будет идти развитие. Еще раз просто повторюсь, интеграция боевых искусств между собой и интеграция с наукой о человеке.